Наверное, каждый может вспомнить учителя, которого все уважали и спешили к нему на уроке. К сожалению, не все преподаватели настолько любят свою работу и учеников, а большинству просто не хватает креативности на уроках. Сегодня мы посмотрим на 10 учителей, уроки у которых вы бы никогда не пропускали. Не забудьте поставить лайк, если хоть один учитель вам понравится. Профессор Мэтью Уэттерс преподает математику в одном из университетов Калифорнии. Преподаватель очень активно и креативно использует технические средства обучения. На большую часть своих лекций Мэтью готовит презентации, которые призваны не только объяснить материал, но еще и поднять настроение всем в классе. Эх, мне бы так монтировать. Не каждое учебное заведение имеет в своем распоряжении парковку, и поэтому многие учителя вынуждены оставлять машины довольно далеко от самого места работы. Линкольнский профессор Том Уинтерс решил эту проблему довольно оригинально. В свои 70 лет он приезжает на работу на скейте, обгоняя по пути своих учеников. А вы можете представить, что ваша Мария Ивановна приезжает на работу на скейте? Патрис Браун – учительница младших классов из Атланты. Эта девушка мастерски совмещает учебу маленьких деток и откровенные наряды. Каждая новая фотография Патрис вызывает жаркую дискуссию среди родителей учеников. Многих возмущают откровенные платья девушки, но это мнение в основном женской половины пользователей сети. Мужчины же не видят ничего плохого и только рады такой учительнице. Брэнди Янг – учительница начальных классов из Техаса. Многие ее ученики жаловались, что мало времени проводят вместе с родителями из-за большого количества домашних заданий. Брэнди решила исправить это и на очередном родительском собрании сказала, что отказывается от домашнего задания на ближайший учебный год. Она посоветовала родителям освободившееся время провести вместе с детьми. Ставь лайк, если бы хотел, чтобы в твоей школе отменили домашку. Большая часть школьников жутко нервничает перед экзаменами. Чтобы помочь своим ученикам справиться с напряжением, учительница начальных классов Чанди Лэнкфорд пишет на партах разные пожелания и мотивирующие цитаты, тем самым поддерживая детей перед важными контрольными. Такой нестандартный подход значительно повысил успеваемость класса, да и уроки никто не прогуливает. А можно было на партах писать подсказки. Учитель физкультуры из Техаса Дэйл Ирби в течение 40 лет надевал одну и ту же одежду на каждую школьную фотосъемку. Мужчина случайно сфотографировался именно в этой одежде первые два раза, а потом жена посоветовала ему одеваться так каждый раз. Ученики шутку поддержали и убедили учителя постоянно фотографироваться в одинаковой одежде. Довольно забавно. Диана Смакаровски преподает литературу в одну из школ Техаса. Ей надоело, что ученики во время уроков постоянно отвлекаются на игры в смартфоне. Диана решила использовать такую любовь подростков к играм в учебе и дала задание прочитать книгу, а потом придумать на ее основе компьютерную игру. Те дети, которые не хотели или не смогли сделать задания на компьютере, должны были разработать и нарисовать свою настольную игру. Некоторые игры получились настолько удачными, что даже переросли в полноценные коммерческие проекты. Роман Глуховский, учитель истории в одной из школ Волгограда. Он смог заинтересовать своих учеников тем, что не просто рассказывает общеизвестные исторические факты, но и приносит на урок реконструированные тематические вещи. Дети могут примерить рыцарскую кольчугу, надеть шлем времен Второй мировой и даже облачиться в царскую мантию. Японский дизайнер Хиротака Хамасаки работает учителем рисования в школе и постоянно удивляет своих учеников великолепными рисунками. Преподаватель воспроизводит всемирно известные шедевры искусства в черно-белом или цветном варианте, прямо на классной доске. Нередко Хиротака не просто копирует уже существующие картины, но еще и придумывает свои зарисовки на популярные среди учеников темы. Хром Мои преподает историю и общество знания в одной из средних школ Китая. Парню 27 и он очень любит косплеить женских персонажей из аниме. Об этом его увлечении никто бы так и не узнал, если бы на одном из фестивалей Хром не встретил своих учеников. С тех пор дети вместе с учителем участвуют во всех аниме-фестивалях и устраивают шикарные костюмированные представления у себя в школе. А ты хотел бы косплеить вместе со своей учительницей? Ставь лайк и пиши в комментарии, понравился ли тебе кто-нибудь. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok